Неспокойная неделя выдалась у сотрудников ГИБДД Уссурийска. Почти каждый день полицейские выезжали на аварии с пострадавшими. Во вторник вечером серьезное ДТП случилось на улице Пушкина. Водитель Митсубиси Кольт при повороте направо не уступил дорогу пешеходу. Мужчину госпитализировали с ушибами голеностопа. Утром 10 октября две машины столкнулись в районе дома Поблюхера 40. Пожилой водитель ВАЗ-2108 при повороте налево не уступил дорогу Хонди Фит, которая двигалась по главной. В итоге пострадал пассажир иномарки. Лечение амбулаторное. 11 октября стражи порядка зафиксировали сразу два похожих нарушения. Около пяти часов вечера в районе дома по Ленинградской 62 водитель Тойоты Королла не уступил дорогу пешеходам. Автомобиль вылетел на двух детей. 14-летний мальчик закрыл с собой младшую сестру. Девочка получила ссадины. У парня диагностировали ушиб левой голени. Лечение амбулаторное. В полдевятого вечера на трассе Хабаровск-Владивосток водитель Тойоты Карина нарушил тот же пункт правил и сбил пешехода на нерегулируемом переходе. Мужчина скончался в больнице. В пятницу еще одно дорожное происшествие с участием детей. Машина с двумя несовершеннолетними пассажирами перевернулась в районе шестого километра. Водитель Тойоты Пасса объезжала неровность на дороге и потеряла управление. Автомобиль опрокинулся в водосточную канаву. На пассажирском сидении были двое детей трех и шести лет. Младший находился в специальном кресле и не пострадал. Старший, по словам мамы, был пристегнут треугольником Фест, но получил сотрясение головного мозга. Лечение амбулаторное. Более спокойно сложилась неделя для пожарных округа. Семь раз спасатели тушили мусор, дважды выезжали на возгорание пищи. На плите один раз диспетчер зафиксировал ложный вызов. Но были и серьезные поводы для выездов. В понедельник в частном доме Полстеменко-6 горели вещи на кухне. Детям, которые надышались угарным газом, потребовалась помощь врачей. А в субботу горела машина, которая угодила в магазин автозапчастей по вине нетрезвого водителя. Пожарные прибыли на место оперативно, никто не пострадал.